Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя у нас тема – учет капитала организации. Учет уставного капитала, порядок его формирования и изменения. Уставной капитал – это сумма средств, вложенных в предприятие его собственникам при создании и регистрации соответствующих органов для обеспечения начала деятельности. Уставной капитал, вновь создаваемый в предприятиях, складывается из средств, внесенных его учредителями. Вкладом в уставной капитал хозяйственного товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, вершинственное право, включая право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество. Вклады учредителей в уставной капитал в натуральной форме или виде имущественных прав оцениваются в денежной форме, по соглашению всех учредителей или по решению общего собрания. Уставной капитал – это сумма средств, первоначально инвестированных собственниками для обеспечения уставной деятельности организации. Вкладом в уставной капитал могут быть денежные средства, необоротные активы, запасы, ценные бумаги и другие активы. Создание резервного капитала в обязательном порядке касается акционерных обществ. Остальные организации могут создавать резерв в добровольном порядке. Компании, которые не обязаны формировать резервный фонд, в случае, если они все же формируют его, могут использовать накопленные суммы по своему усмотрению. Резервный капитал создается в соответствии с законом об акционерных обществах. Путем отчисления от чистой прибыли размер резервного капитала определяется уставом акционерного общества и должен составлять не менее 15% уставного капитала, а размер ежегодных отчислений – не менее 5% кодовых чистой прибыли. Для организации с иностранными инвестициями размер резервного капитала должен быть не менее 25% уставного капитала. Добавочный капитал Добавочным капиталом в организациях является капитал, образованный в связи с увеличением стоимости имущества при переоценках, а также эмиссионный доход у акционерных обществ. В соответствии с планом счетов, организации ведут учет добавочного капитала на синтетическом счете 83.00. Добавочный капитал По субсчетным, отражающим движения информации об источниках возникновения добавочного капитала, Так, на субсчете прирост стоимости основных средств при переоценке отражается увеличение добавочного капитала. Нераспределенная прибыль Это счет бухгалтерского учета, нераспределенной прибыли, которую получила фирма в результате всей своей деятельности в отчетном периоде. Непокрытый убыток Это счет бухгалтерского учета, убытков, которые понесла фирма за время ведения всех видов деятельности за предыдущие отчетные периоды. Учет целевого финансирования Средства целевого финансирования Это финансовые ресурсы, выделяемые физическим и юридическим лицам, бюджетом, а с ростливыми или международными фондами по целевому назначению, а именно для использования в достижении конкретной цели решения проблемы в создании объекта.